На каждой сигаретной пачке можно найти предостряжение о том, к чему может привести курение. Впрочем, напугать курищика не так-то просто. Избавиться от зависимости получается далеко не у всех. Мы спросили у Стюжан, что же все-таки может заставить человека бросить курить. Кто-то с помощью конфеток, кто-то... У кого-то просто сильная мотивация была. Больше это у каждого индивидуально. А может у вас из родственников кто-то курит или из друзей? Нет. Еще никто не курит? Нет, у меня друзей никто не курит в моем возрасте, видите. По молодости, мне кажется, все это делают. А вот вы, как вы считаете, может человек бросить курить сам? Конечно. Что для этого нужно, прямо в очереди? Ну как, свое как бы желание, отношение к здоровью. Ну, как бы для молодежи я считаю, что молодежь вообще не должна курить, потому что они должны заботиться о своем предрастающем поколении. Вы бросили? Да. Вот расскажите нам, как вы бросили курить? А вы знаете, когда первый день после Масленицы, в принципе, пост наступает, и очень легко бросить. Что вам помогло? Вот это и помогло. То есть именно в пост? Да, первый день поста. А вот родственники как-то помогали вам там или друзья? Нет, как на жилу, сама сидит. То есть у вас сила воли большая, да? Да, сказала, нет, значит нет. Главное все убрать напоминающие. Чтобы бросить курить, в первую очередь человеку необходимо осознать, зачем ему это нужно. Избавиться от зависимости просто так получается нечасто. Кто-то делает это, потому что тяжело заболел, а умирать раньше времени не хочет. Кто-то хочет, чтобы дети вырасти здоровыми, а кто-то осознает, что тратить на курение слишком много денег. Важно лишь выбрать правильную стратегию. Например, изменить что-то вокруг себя. Если на север спать, ложитесь. Ложитесь на юг, встаете с левой ноги, вставайте с правой ноги. Замените чашку, с которой вы пьете кофе и курите. Кофе замените чаем, соком. Нужно здесь вот условные рефлексы просто вот менять. Очень хорошо помогает. Вроде как бы смешно, но прежде чем выкурить, он 10 раз приседания делал. Ну, говорит, пока приседаешь, вроде бы не хуй. Уже и расхотелось. А человеку, у которого все в порядке силы и воли, способен бросить курить одномоментно. Помочь в этом может некое испытание. Например, поспорить с друзьями или бросать курить с кем-нибудь вместе. Старайтесь избегать всего, что могло бы напоминать вам о вредной привычке. И все у вас получится. Максим Тянов, Максим Шальков, Степан Кижиновский, телеканал «Русский Север». Максим Шальков, Степан Кижиновский, телеканал «Русский Север». Максим Шальков, Степан Кижиновский, телеканал «Русский Север».